итак ребята всем привет короче здесь такая технология ребят смотрите дросселя мои помыты установлены в общем ребят honda cbr 1000 rr вот сюда подключается короче здесь штуцер сюда подключается резиновая трубочка это я вам рассказываю про систему номер один которая здесь установлена резиновая трубочка здесь идет разряжение вы заводите мультик у вас здесь разряжение клапан допустим открывается и разряжение идет вот сюда там такая мембранка резиновая и вот это вот мембранка она закрывает вот это вот заслонку воздушную это здесь подача воздуха она устанавливается вот так вот здесь вот подача воздуха ребят вот она у нас закрывается на каких-то оборотах она открывается потом закрывается и открывается я не знаю многие убирают если ее убрать конечно же движку будет дышать полегче но в принципе здесь не такой же не так уж она занимает много места но все равно движку будет полегче так поехали дальше это вот от этой системы ребята я планирую отказаться и просто сюда поставить заглушечку еще ребята смотрите третья система вот у нас разобран вот канал вот этот он идет напрямую выпускной коллектор в клапана он идет клапан у нас независимо открыт или закрыт он выходит над ними над клапанами он выходит вот здесь вот если у суда ну посвятить фонариком или взять засунуть грубо говоря не знаю тросик он у вас вот здесь вот 10 у вас просто вылезет вот так вот тросик ну если бы 10 коллектора бы не было он у вас вылезет и она постоянно открытая здесь клапанная крышка здесь установлен моторчик этот моторчик отсасывает не даже не картерные газы а выхлопные газы он сосет обратно во впуск это ребята это не нормальная система типа egr да мы все знаем что такое система и говори типа этого но ребята у вас я вот у меня тачка есть да я на ней отключил систему игр и у меня коллектор впускной всегда чистый всегда чистый понимаете всегда нет нагара ничего нет и также здесь будет всегда чистый у вас движок будет дышать исключительно чистым воздухом фильтрованным через фильтра дальше что идем не сюда вот клапанная крышка она крышка вот сюда вот вот эти вот канала соединил с этими четыре штуки от каждого цилиндра далее переворачиваем крышку ребята и смотрим вот здесь две крышечки да сейчас вот я принес вам моторчик вот это вот он соединяется вот сюда вот и вот этот моторчик работает и 12 вольт и он отсасывает выхлопные газы именно отсасывает именно прямо отсасывает до выхлопные газы в короб воздушного фильтра а именно вот сюда вот именно вот здесь вот вот прям вот прям фильтра прям вот фильтра где фильтра и когда у вас есть замаслено или вы когда здесь грязно вы ребята не удивляйтесь почему у вас здесь грязно потому что Вот этот вот моторчик Отсасывает выхлопные газы Прямо в короб воздушного фильтра Прямо во впуск Ну нахрена это делать, ребята Я понимаю, вы завели мотоцикл Где-нибудь, да И у вас на холостых оборотах, грубо говоря Если только это на холостых, да У вас СО покажет меньше И что, ребята Это только для этого СО покажет меньше Да кто у нас СО, ребята, замеряет Я вот эту систему, ребята Убираю вообще Она мне не нужна, ребята И что мы смотрим дальше Вот этот выход Он соединяется, ребята, вот сюда Вот Это сапун Это нормально Вот этот бочоночек, это умное решение Это сапун Если бы он был выведен чисто, вот как вот это Это было бы тупняк вообще У вас так же бы масляный туман Он бы у вас бы Намочил бы, грубо говоря Эти два фильтра воздушных И у вас бы мотик Уже бы как бы Ну, богатил, трудно бы дышал В общем, у вас бы Фильтра, блин Ходили бы намного меньше Дальше, ребята Давайте посмотрим Что под клапанными крышками Под вот этими вот На клапанной крышке Что Здесь стоит Лепестковый клапан Ребята Почему я говорю То, что вот эта вот система Вот этот моторчик На миллион процентов Отсасывает Эти Сгоревшие газы Потому что Здесь, ребята, видно То, что здесь все в нагаре Здесь все в нагаре Даже взять вот эту вот сеточку Она вся в нагаре, ребята Эмотик этим дышит Напрямую видно отсюда Эмотик этим дышит, ребят На хрена это вообще нужно Смотрите Все в нагаре, ребят Что вот это вообще Вот это вот Что за шляпа Шляпа, реально По-другому ее не назовешь Это, ребята, шляпа Которая здесь не нужна Которая вот эта вот Ни к чему Вы теряете Десятки тысяч ресурсов Вы прибавляете Нагар Вот этим способом У вас будет образовываться Нагар на впускных клапанах И также в поршневой Вот благодаря Вот этой вот системе А вся эта система Суть вообще Этой системы Суть Просто снизить СО Пройти техосмотр Но кто в России Будет мерить СО На мотоцикле С прямоточной С прямоточной системой Выхлопа Да никто И мое решение Ребята Вот это я все Убираю Оно мне вообще Ни к чему Вот это вот так Вот я вот тоже Убираю Смотрите Давайте посмотрим Что здесь Теперь Она блин Еще прикипела И это Ребята Ни к чему Блин Сейчас Погодите Блин Где моя плоская Тверка Где моя плоская Твертка Как в булере Да Моя любимая Плоская Тверка Вот она Моя любимая Плоская Тверка Вот ребят Убрал я Вот это Это мусор Это я Отрезал Так Вот Вот ребят Вот такая Вот система Вот здесь Канал Переходит Здесь уже Как бы Более чище Но ребята Это все Шляпа Вот это Вот все Шляпа Одна Вообще Не нужна Здесь И мое решение Вот У меня есть Вот эта Крышка Я беру Алюминий Толщиной Дюрь алюминий Для уточнения Толщиной Три миллиметра Три миллиметра И ребята Вот Закручиваю За место Вот этой Вот всей Шляпы Чтобы ее Не оставлять Вот так вот Не торчать Что цера Вот эти вот Лишние Оно ни к чему Просто я вот это Все уберу И у меня здесь Будет такая Крышечка Понимаете Из дюрь алюминия И ребята Вот этот вот канал Ребята Я его заглушу Знаете Каким способом Я переворачиваю Крышку Здесь идет Направляющая Клапанной крышки Она же Играет роль Направляющей Клапанной крышки Я беру Ребята Шарик От подшипника И просто Вбиваю Его вот сюда Но Вбиваю Ребята Вот с этой вот стороны Чтобы он туда Не выскочил Но ребята Это Такой спонтанный метод Не обязательно Вам брать Шарик от подшипника Это опасно У вас может Лопнуть крышка Или еще что-нибудь Давайте Вот Например Возьмем болтик Да Вот Грубо говоря Вот этот болтик Ну он Большой Это Маленький Возьмем Чуть поменьше Нарежем Там резьбу Говорю Вот Да Ну и Большеватый В общем Можно что-нибудь Взять И просто Заглушить его Здесь Плюс Дополнительно И все Также мы Заглушим Его здесь Вот эти Вот два Канала И все Ребят И у нас Будет все Отлично У нас Движок Будет дышать Чистым Воздухом Мы же С вами Дышим Чистым Воздухом Чистым И также Наш мотоцикл Хочет дышать Тоже Чистым Воздухом Блять Сука Запинаюсь Воздухом Ребят Извините За мат Извиняюсь Просто Меня вот Такие вот Вмораживают Такие вот Системы Вот это Всех Каких-то Норм Блин Они вот Так вот Прям Это то же Самое Что Блин Прям Не знаю Не Главное Ребят Не хочу Ругаться Все Что-то Меня Переклинивает Моментально Такие вот Системы Мне вообще Не нравится Лишнее Вот это Приблуда Здесь Установлены Нахрен Нахрен Здесь Вообще Нужна Шляпа Шляпа Это Все Шляпа Ребята Ну и вот Ребята Я сейчас Собираю Мотик Кому Нравится Ребята Ставьте Пальцы Вверх И Подписывайтесь На канал Пацаны Кому Интересно Вообще Вот История Этого Мотоцикла Да История Как он Заведется Вообще Как он Будет Валить Сколько Он Будет Ехать Да Кому Интересно Подписывайтесь Но Вот Блин Такая мысль Меня посещает У меня Конечно Есть Возможность Измерить С Вот Этого Сей Шляпой И Блин Ради Интереса Сколько Будет До И Сколько Блин После Будет Вообще Если Суть Вот Вы Знаете Вот Че Если Как Говорится Показания Будет Не Слишком Такие Большие То Вообще Вот Они Заморочились Конечно Япошки Ну Блин Их Можно Ну Понять Они Все Так Все Делают Как Б Просто Машина Заезжает На Измерение ЦО И У них Показывает Как Будто Она Вообще Прям Ну Как Выхлоп Идет Тоже Как Воздух Воздухом Дышит И Выхлоп У нее Тоже Воздухом Менят Ребят Еще Вы Не Задумались Что Вот Эту Систему Можете Издавать Вот Такие Вот Звуки Во Время Работы Систем 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 Систем